Шестой класс, 24 серия. Решение задач. Задача первая. При каких целых значениях n дробь, где числитель 3n-2, а знаменатель n-1 является натуральным числом? Итак, значение этой дроби должно быть натуральным числом. Числитель можно представить вот в таком виде. А теперь можно разделить. Сначала первое слагаемое на n-1, получится 3. А затем второе слагаемое. Получится вот такая дробь. А теперь можно назвать значения n, при которых вот эта дробь будет натуральным числом. Подходит только 0 и 2. Если n равно 0, то тогда 3-1 это 2. А если n равно 2, то 3 плюс 1 будет 4. Итак, n, 0 или 2. Задача вторая. Найдите число, если 3 седьмых от 2 третьих этого числа, 14, дробь от числа находится умножением. Обозначим это число за х. Вот это будет 2 трети от х. А надо найти 3 седьмых от 2 третьих, то есть еще умножить на 3 седьмых. И получится 14. Так, 2 седьмых умножить на х – это 14. Чтобы найти х, 14 надо разделить на 2 седьмых, и получится 49. Задача третья. Найдите два числа, сумма которых 225, если четверть одного числа равна пятой части другого. Назовите большее число. Итак, обозначим эти числа за х и у. Их сумма 225. Четвертая часть одного равна пятой части другого. Так, из этого равенства можно выразить у через х. А затем подставить. Вот первое равенство вместо у подставить 5 четвертых х. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим х. 100. Зная х, можно найти и у, потому что известна сумма этих двух чисел. Значит, у – 125. Надо назвать большее число. Значит, большее – 125. Задача четвертая. Какое число надо записать вместо вопросительного знака? Так, давайте сначала рассмотрим верхнюю строку. Перемножаются три одинаковых числа. Получается минус 125. Значит, можно сразу назвать значение, которое принимает треугольник. Это минус 5. Если минус 5 умножить на минус 5 и умножить на минус 5, будет минус 125. Значит, в нижнюю строчку сразу вместо треугольника можно записать минус 5. Так, вторая строка. Два треугольника. Давайте сразу запишем. Минус 5. Надо умножить на минус 5. Значение произведения – 25. Так. А справа минус 150. Значит, сразу можно сказать, что круг – это минус 6. Так, записываем. Минус 6. И так тоже сразу в нижней строке можно там, где круг, записать минус 6. Так, третья строка. Там, где круг, записываем минус 6. Так, а теперь можно сказать значение вот этой суммы. Каким будет? Минус 120 надо разделить на минус 6. Это будет 20. Значит, квадрат – это 10. 10 плюс 10 будет 20. Записываем в нижнюю строку. Так, а теперь надо сказать, какое число вместо вопросительного знака надо записать. Минус 5 надо умножить на 10 и умножить на минус 6. Ответ – 300. Так, вместо вопросительного знака надо записать 300. Задача пятая. Площадь полной поверхности куба – 96 квадратных сантиметров. Найдите сумму длин всех ребер куба. Значит, у куба 6 граней. Причем все грани – это равные квадраты. Если площадь полной поверхности 96, значит, площадь одной грани в 6 раз меньше. 16 квадратных сантиметров – это будет площадь одной грани. 16 квадратных сантиметров. Зная, что площадь квадрата 16 квадратных сантиметров, можно сказать, чему равна длина одного ребра. Это 4. 4 умножить на 4 будет 16. Если длина одного ребра 4 сантиметра, а у куба 12 ребер. Значит, 4 надо умножить на 12. И получится 48 сантиметров. Это сумма длин всех ребер куба. 48 сантиметров. Хаicок 40 км. 10 клуба. 10 клуба. 50 клуба. Продолжение следует...